Справедливый и немного ершистый. Одним словом, ежик. Так художника Евгения Расторгуева, любя называли домашнее, вспоминает его невестка Людмила Варламова. Непревзойденный мастер своего дела. Он прошел суровую войну, однако интерес к искусству не потерял. Скорее наоборот. В его жизни начался новый творческий этап. Надежным плечом и опорой для него всегда была любимая жена Тамара. Супруги были неразлучны и жили душа в душу. Он всегда советовался с Тамарой. Он всегда сомневался, и Тамара его всегда поддерживала. Она была невероятно умная и мудрая. И поэтому два прекрасных художника уживались. Евгений, конечно, он был немножко и хулиганистый, ко всему прочему. Как говорили некоторые, резал правду матку. В 2002 году их семейное счастье распалось, как карточный домик. Супруга погибла во время пожара. Для Расторгуева это был удар, от которого оправиться казалось невозможным. Спасение он нашел в искусстве. Художник посвятил памяти супруги графическую серию «Часовня духа». Этот цикл – реквием по любимой женщине. На картинах можно увидеть ракушки. Их она любила собирать. Другое дело – живописная серия «Городецкие фантазии». Источником вдохновения для художника стал городец, его родной город, овеянный детскими воспоминаниями и теплом лета. Картины полны иронии и радости жизни. И в первую очередь для меня это художник, озорник, художник, который вас смел и смог подняться над какой-то вот этой вот реалиями жизненными, превратил этот город, вот в такой веселый городок, в котором, не знаю, ходят какие-то вот такие люди, не знаю, с петухами рядом, несут самовар куда-то, кокетничают друг другу, запускают какие-то шары, ходят с этими вертушками. Художники, конечно, они, вероятно, глубокие. Увидеть выставку «Счастливый остров» можно в Самарском художественном музее. Она будет работать до 1 октября. Сегодня я столько вижу замечательных гостей, друзей, просто новых знакомых, которые заходят с улыбкой, о чем это говорит, о том, что жизнь продолжается, художник выставляется в музей, значит, его именно всегда уже с нами. Открытие выставки завершилось выступлением ансамбля русских народных инструментов «Волга Фолкбенд». Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.